Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. На программу «Целебная кулинария» – ну, можешь так сказать. Итак. Ариана. Ариана. Смотрите, для Арианы мы как раз будем готовить целебное блюдо. Несколько блюд. Значит, основной компанией у нас, которая обладает целебными свойствами, это проросшая пшеница. Посмотри на салонышкой. Видишь, маленький проросточек, беленький. Вот этот маленький беленький проросточек – это как раз и есть то, что надо. Значит, когда прорастает пшеница, вот до такого состояния, здесь появляются витамины ГР, которые нужны, плюс жизненная энергия, которая сразу же действует и укрепляет нас. и зимой – это высшая пшеница. Вот. Ну, возьмем вот такие вот маленькие фруктики, да, чтобы так сказать, создать вкус. Вот мы их возьмем всего лишь на салон. Возьмем пшеницу. Какие-то маленькие лимончики, я не знаю. Вот, теперь смотрите, мы берем проросшую пшеницу. Просто-напросто. Можно две столовые ложки. Две столовые ложки – это как раз у нас будут две горшочки пшеницы. Так, и теперь, что нам надо? Нам надо еще витка взять. Мы берем мед. Светочный мед. Можно ложечку? Вот. Так, любишь слоинька? Нет. Халяна, Леша, славенька. А кто славенька любит? Нет. Простите меня. Сельва. 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 Вот. Так. Добавляем сюда метка. Так. Добавили. Чипак. Можно сюда положить, потому что потом немножко надо. Теперь, что мы делаем? Сельва. Все надо смешать. Значит, в качестве смесителя мы с вами будем использовать. Вот у нас здесь начинка. Это проросшел озено? А это что? Да. Это проросшее зерно, а это такие вот манголички или манголички. Посмотрите, добавляем. Это что мы делаем? Это мы с вами делаем серебное блюдо для того, чтобы осенью зерно не было, которое поднимается с проросшей пшеницей. Удно? Да. Удно. Все. Значит, это у нас уже не надо. Значит, теперь закрываем. Опа. Арина, включаем вот эту пшеницу. Раз. Опа. Подарим, как сказать, напряжение на эту. Первая. Протяжка. Все, все, все. Я не могу больше. Теперь на пятую. Эх. Делаем. Сейчас мы снова променуем. И мы попробуем. Дальше. Дальше. Смотрите. Теперь давайте. Теперь давайте. Чашечки? Чашечки. Спасибо, пап. Вставайте бокальчик. Молода будет. Сональчиков? У нас больше. Сональчиков? Да. Притащи еще. Сональчиков. Да? Притащи еще. Сональчиков. Давайте. Запоминай, каждое утро мы будем место служебного аппетита. Давайте. Прими за лекарство. Место это маленьких магазинчиков. Что можно съедать? Можно любую зеню кидать. Хватит, хватит. Попробуйте. Послаще. Послаще. Все зависит от вкуса. Если вы хотите более сладче, просто вместо 1 столовой ложечки добавьте 2 столовые ложечки мёда. Можно мандарин, можно лимон туда добавить? Не обязательно мандарин, лимон. Попробовали? Что вы скажете? Нормально. Нормально, да? Ну-ка наш, попробуй. Как тебе этот напиток? Попробуем. 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 Это мы сейчас ополаскиваем и делаем новый напиток. Вы попробовали? Не обязательно выпивать. Просто вы попробовали, да? Можете выпить. На добрую память. Попробуем. Смотрите, теперь мы с вами готовим вроде бы то же самое, вроде бы то же самое, да? Но с другим и на другом. Мы с вами введем кровь, кинза, укроп, кинза, двух только нога, вторую. Ты не изъедаешь, а за три еды мы минимум на верхах. И сюда, смотри. Своими ручками положи. Вот. Здравствуйте. Смотрите, теперь укроп, кинза, этот дарьок хочет сбросить лишний вес, воду и так далее. Опять-таки, мы с вами, как тебе лезть пчелничку? Побольше, побольше. О, туда. Еще разок. Вот. Отлично, хорошо. Значит, что тут? Вот сейчас мы его с вами пили. Одна его перемолола, чтобы более тщательно перемолола. Просто у нас сейчас времени нет. Два раза она его перемолол. Чтоб мелкая фракция была, как смысл. Значит, смотрите, у нас тут хорошая пчелничка, да? Теперь кинза, кровь и медок мы с тобой забыли. Некоторые говорят, надо послаживать. Поэтому мы берем теперь, где надо послаживать. И овощи. Мы берем большую ложку леда. Что добавили теперь? Инца, укроп. Инца, укроп, большую ложку леда. Да. Добавили. Выкажу вашего повара, поднимите его. Все поднимем. Да, да, да. Все поднимем. Теперь что выберем? Кипец добавили, да? Да, добавили. Кипец. Кипец. Кипец берем. Кипец. Кипец. Наливаем. Рядка наливаем. Молодец. Так, наливаем. Вот, может, вот отсюда. О, хорошо. Вот, я не хочу. Так. Эдик. То есть это, можно сказать, на местный завтрак. Это вообще очень сытно. Ну, тогда закрываем. Стартурки. Правильно? Нет? Папа. Один. Простяжка. 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 Пять. Ждем. Две. Свет получается. Зимой. И помимо очень вкусное, это еще и очень полезно. Безусловно. Мама, на этой диване. Да? Да? И? Да? Просто долго не за то, что надо поменьше. Потому что некоторые не любят, что это. Второй раз не переменю, не привал я, потому что время нам станет. А? Понятно. Аляна нюхает, пахнет чем укропом, можно и самурчиками делать. Те, кто хотят, особенно летом, охладить и естественно получить. Аляна, ваше мнение, вкусно и хорошо? Вкусно, очень вкусно. Вкусничая первая, да? В руках? Интересный вкус получился? Очень вкусный, очень вкусный. Несколько с укропами с этим, очень интересно, да? Мы делаем третий вариант. Третий вариант. Время использовать яблочко, а потом морковочку. Сейчас я помню. Если вы будете пить по такому бокальчику, больше не надо, по такому бокальчику каждый день, у вас что будет с вами? У вас улучшится кожа, у вас добавится больше сил. Естественно, у вас будут ногти расти лучше, волосы будут расти лучше, будет лучше стул, более приятный. Вот и вообще, почувствуйте, что? Можно сладко еще раз? Давай, все. Давай, асядите у жити. С днем? С днем? А на этом? С днем? Ну, на. Эта была? Еще две урчички. Прошло. Они раз, еще одна, два, есть. Теперь мы туда добавим ножички. Мы добавим морковь. Здесь, конечно, надо было лучше, поволоть, потому что... Что бы мы еще добавили? Я бы еще добавил сюда салата, листья салата. Добавим листья салата. Естественно, сюда добавим львов. Целую калорию. Митка добавляем. Митка для вкуса. Детям для трех лет можно начинать с чайной ложечки. Причем, вот первое, укропик и вот это, то есть второе. Митка для вкуса. Чайной ложечки, не больше. Нормально? Нормально. Три чайной ложечки. Вадик, ты хачапури смотрела? Да, я с понимаем. Малахов старший, есть Малахов младший Удри, Малахов старший и Наги, это я, программа была, значит вы можете смотреть на целебную кулинарию, вернее на ютубе, целебную кулинарию, там все эти программы были, вот, 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 вот. Вот, 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 вот Мы должны жевать, нега, ну, жевать как-то неприятно, да? Это мы с вами её принимаем. Получается, что мы соединяем, вроде бы как, этот очень полезный продукт, мы его делаем в пустыне. Ты готова? Тому одну, вторую ложку, подставляешь, жевать не хочется. А тут вторую ложку мы запускаем, а-а-а, и едем. Так что, вот, сейчас с лакточкой попробуйте, как и чай. Дети любят послаже, да? Взрослые, я не знаю, послаживаются. То есть, в сундуках отрезаем, затем чайная ложка мёда, трин столовая ложка мёда, третьим, две столовые ложки. Виктор мало будет, да? И это раз в день лучше утром натощать, либо какой-то печеной сработой. Трин стол. Словно, стрелять не надо. Это всё полезно, но не надо. С морковкой чем хорош? У нас имеются слизистые оболочки, в том числе и кожа. Для того, чтобы слизистые оболочки и кожа была нормальна, нам нужен каротин и витамин А. Значит, здесь его помогает сахар. Плюс, все витамины группы В содержатся здесь. Е. Я вам открою большую тайну. Оказывается, для мужчин готовят средства для повышения потенции, которые называются виландо, из проростков пшеницы. И стоит она уже большие деньги. А здесь мы бесплатно получаем намного лучше, потому что здесь есть жизненная сила. Это важно. Жизненная сила, ну как бы сказать, это как пар. А вот сразу и действует. А когда, грубо говоря, пара нету, то есть продукт убитый термической обработкой, он уже не действует так. Итак, Алиана, понюхай. Как? Как салатик. Как салатик, да? Мы наливаем и пробуем. Высказываем своё мнение. То есть так можно сделать различные вкусы, которые вы хотите. Кому-то там больше пьяный, кому-то там больше ещё какой-то. Ещё? Берите, пробуйте. Я тоже попробую. И цвет. Очень большое значение имеет цвет продукта. Чтоб он радовал. И целебная кулинария, которую я представляю. Которую я, значит, представляю. Розунг такой. Сделать продукты и вкусными, и цветными. Чтоб вы не просто там, грубо говоря, что-то съели, живот у вас распух, ах, как вкусно. И всё. А чтоб вы съели, почувствовали вкус и потом, о, какая струнная, какая красивая. Мммм. Ну как? Вкусно. Спасибо. И, наконец, как и сейчас, сделаем с яблоками. А, где нам надо такое? С яблоками. Ух ты! А есть немножечко свеклы у вас? Да, утром будем работать. Не знаю, что у нас энергия уже. Если вы будете вот такое блюдо, делать немного свеклы? С яблоками, со свеклой, это касается всех женщин, у вас ежемесячно идут потери крови, то есть вы в зоне риска малокровия, если вы будете яблочки со свеклой, как я сейчас сделаю, свеклу, знаете, неудачная кисть, но я сделаю, там все будет вкусно и полезно, у вас кровотворение было огромное, понимаете, а кровотворение это хорошо работает в желудок, это обновление организма в целом, это защита даже от алкологии, потому что здесь содержится биологически активное железо, а помните, как она говорила, рак будет подвесен, чем? Железом, вот, отлично, так, я это мою, Да, ну-ка, реально, загрузи-ка это яблочко, правильно, свекла все-таки потуже немножечко, мы ее это, разрежем, и когда она несколько вялая, а сами знаете, на блендере не хуже измельчается, блендер любит, когда свежая, она так, мелется, но нам это лучше, значит, смотрите, лук, ну-ка, 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 она сладенькая, да? Ну, большинство она вкуснее нравится, Аля, ну-ка, съешь слегку, немножечко, укуси ее, ну-ка, как тебе? Сладенько, сладенько, хорошо, сюда замузили, Теперь, значит, наш тайный ингредиент, проросшая пшеница, кладезь витамина В и В, то есть все крема, все, знаете, вот какие-то составы, нарогать сделать, вот, ну, включить туда много различных витамины, и так далее, и тому подобное, но получается, для того, чтобы крем хранился, какое-то средство хранилось, оно должно быть убито, потому что оно забродит, В противном случае, здесь же у нас все свеженькое, все сохранено, знаете, как говорится, к тысяче один процент, а то, что нам дают, вот это, ну, увы, там, знаете, Проросшие пшенички, вот на такой, это где-то две столовые ложечки, то есть две ручки, да, две ручки, можете, алиан, спрашивать, да, то есть вы все вместе, да, и так у нас получился чудо-коктейль, красного цвета, свекла, яблоки, проросшая пшеница, и, естественно, Смотрите, свекла какой-то носит, знаете, запах и вкус, и густоту белая, а-а-а-а... А шефу не надо было угостить? Кого? Шефу. Пожалуйста, если шеф здесь, и мы шефу нальем, делаем. Да. Или давайте стаканчику ему передадим. Или чего он перестал? Иван. 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 Вот это шефу. Ну, сто вы можете сказать? Очень вкусно, да? Очень, очень вкусно. Не сладко? Нет. Так, кисло-сладко. Для шефа. Для шефа это вот. Давай. Чуть-чуть. Вкусно. Пробуйте, высказывайте свое мнение. Вкусно и вот это самое вкусное. Вот это самое вкусное, да? Да, мне тоже. И он один из для более полезных. Очень вкусно. Ставьте вам. Пробуйте. 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 Это тоже. Только если там и зарядили. Что-то будет помочь. То, что надо. Нет, ничего. Нет. Ну как вам? Вкусно. Мне очень понравилось вот это. Вот это понравилось, да? Да. Ну, видите, где вот это. Мандари, шефла, мёд. Можете даже в мандари нажать не брать. Да. Довольны? Да. Да. Используйте это как, ну, блюдо, которое съедается самостоятельно. Потому что, если вы скушаете что-нибудь такого, здесь находится проросшая пченица, и, допустим, вы скушали там после харчо, борща и так далее. Необязательно, но может задрадить. Для того, чтобы этого не было, с утра пока раз выпьем. А потом уже можете там кушать то, что хотите. Чтоб вы знаете, какие остальные пченицы, да? А то смешиваем два блюда, которые полезны. Рубавляем молоко, да вот так. А потом не знаю, куда деваться. Что можешь сказать на камеру? Понравилось тебе? Супер все. Очень вкусно. Какой тебе особенно, как ты понравился? Розовый. Розовый, да? Можно его назвать розовый фламинго. Для здоровья. А в целом, что вот, ты вот такие блюда видела когда-нибудь, чтобы готовили? Первый раз, да? Да. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!